Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпетум или же Александр, и сегодня вместе с вами мы продолжаем выращивать нашего динозавра, охотиться и исследовать мир в игре под названием Айл. И именно для этой серии я решил выбрать одного из своих любимых динозавров, а именно старого доброго Аллозавра, который полюбился мне еще со времен передачи «Прогулки с динозаврами». Там ему была посвящена целая серия, причем довольно-таки грустная. Что ж, выглядит он у меня вот таким образом, я его уже создал и оказался в каком-то принципиально другом мире. И даже на берегу находится нечто напоминающее людскую базу. Не знаю, что мы там можем делать, не знаю, стоит ли туда бежать, но я думаю, что все-таки не стоит. Мы залезем на гору, а хотя сперва... Сперва я отыщу источник воды, отправлюсь к воде, там-то и попытаюсь затаиться и на кого-нибудь напасть. Оказывается, тут в первую очередь следует ориентироваться по звукам, а не по запаху. Если я слышу динозавра, то здорово, как бы, ну, я готов его слышать. Если не слышу, то плохо он может атаковать меня первым. Такс, и пока воды, чё-то как-то учуить я могу воду, она внизу. Но это больно маленький источник, и находиться рядом с океаном нет никакого желания, потому что там много открытой местности. Я лучше заберусь куда-нибудь на гору, и чё-то как-то сразу начинает темнеть. Ненавижу, когда ночь наступает в этой игре. Это просто неприятно. Такс, это гром гремит снова, да? Аллазавр, не бойся, я с тобой. Опаньки! А что это за красный датчик? Ничего подобного я раньше не видел, и что бы он мог значить? Давайте, наверное, отправим нашего гиганта туда, хотя Аллазавр был не таким уж и большим на самом-то деле. Посмотрите, какой он по отношению к человеку. Тираннозавр больше. И чёрт возьми, я уже хочу пить, и я уже хочу есть. Поэтому стопудово нужно сейчас искать либо пищу, либо воду. Возможно, даже придётся снова спускаться к берегу океана, но гораздо большее желание у меня есть исследовать эту вышку. Такс, я ещё всё-таки что-нибудь понюхаю. Может быть, где-то вода здесь и имеется. Давай, учуешь ты или нет? Нет, он ничего не чует, а я тем временем сделаю конкретного себя побольше, чтобы быть готовым к вторжению на моё тело. Так, ну усталости как бы нету, это здорово, и вода всё же впереди имеется. Отлично, ну блин, он очень медленный. Он очень классный, он не умеет прыгать, и он медленный, блин. И ночь, ночь. Меня раздражает эта ужасная ночь. Ночью охотиться будет проблематично, потому что все динозавры ночью здесь, как я понял, видят одинаково, и спасает исключительно ночное видение. Но если я буду видеть хорошо динозавров во время ночного видения, то и они, по идее, будут видеть меня ничуть не хуже, что не добавляет плюсов в мою копилку. И на что, друзья мои, влияют рыки динозавров? Как-то можно с помощью них общаться? Вот что меня интересует. Если да, то, пожалуйста, расскажите, как это делается. А я вроде как вышел к воде. Но я сильно сомневаюсь, что вода эта питьевая, так как это океаническая вода, мне нужно отыскать какое-то озеро. Давай, 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 давай. Чё, у нас же было озеро Алазавр. Опаньки, следы. Но это следы мои, мужик. Ищи озеро, зачем нам твои же следы? А озеро вон там одно. А было же спереди где-то озеро. А, но на горе находится. Ёшкин кот. Смогу ли я забраться на эту гору, прежде чем погибну? Совсем непонятно. Пищи тоже нигде нет. Надо по-любому вырасти. А каких размеров я уже? Я пока на 70% только вырос. А чё играет такая зловещая, чёрт возьми, музыка? Чё играет такая зловещая музыка? Игра, будь проще. Мы же тут просто динозавриками бегаем. Ладно, присядем, отдохнём. Осматривайся, оглядывайся. Только вряд ли тебе это поможет. И да, когда он ложится, его тоже труднее заметить. А когда я решу на кого-нибудь напасть, мне нужно будет реально жёстко затаиться, присесть и как бы краситься, краситься, краситься к своему, к своей жертве. Но с такой скоростью, я думаю, никогда в жизни жертву не догоню. Если особенно встречу какого-нибудь Галимимуса, который носится просто со скоростью пули. Раптор поймал бы, наверное, Галимимуса. А вот хищники, почему-то, мне кажется, гораздо медленнее, чем травоядные здесь. Но могу ошибаться. Так, ладно, мужик, вставай. И продолжаем наше движение на гору. Там находится наша цель. Но что это за датчики? Даже, даже если это будет мне стоить жизни, пошёл дождь. Даже если это будет стоить мне жизни, мне просто тупо интересно, что же там находится. Очень интересно. Это так загадочно всё. Но смогу ли я забраться на гору на эту? Хватит ли мне сил? Какие у меня там показатели? Ладно, ещё голод, а вот жажда. Ну блин, идёт же дождь, ёшкин кот. Дождь-то ведь должен как-то, не знаю, меня остудить, да? Даровать мне немного жидкости и жажда, может быть, даже чуточку спадёт. Было бы здорово. Ну и вообще, гора это самое высокое место, по идее, на этой именно локации, на этом острове. Поэтому местонахождение там крайне приятно. Да и сервер я выбрал густонаселённый официальный. Называется он Пангея, если кому интересно. Пангея, чёрт. Ну я прямо, я прямо подставляюсь очень сильно. Очень сильно подставляюсь. Так, это что, следы были чьи-то? Нет, это мне показалось, что следы, это не следы. Блин, а гора-то отвесная. Как на неё залезть? Я, может быть, даже и залезть не смогу на неё. При всём желании. Но там же, там же источник воды находится. Давай-ка, мужик, остановимся и немного не дёргай хвостом. Всё нормально, не переживай. Как туда забраться? Блин, во время ночного видения он выглядит ещё круче. На самом деле, если честно. Прям вообще круто. Такой вааааа. Как фильм ужасов. Да нюхай же, ну вода же рядом совсем. Я полагаю, что из-за дождя мы не можем учуять воду. Потому что, ну, как известно, во время дождя запахи исчезают. И, похоже, я приплыл, да Здесь забраться я не смогу А, не падай хотя бы Хотя бы не падай Забраться здесь я не смогу Придется Спускаться Или находить какую-нибудь тропу, ведущую На вершину горы Черт, не знаю Не знаю, да давай же, двигай Чувак, да как же Как же можно было сделать такую гору На которую как бы и хочется залезть Но залезть ты не можешь Вероятнее всего мне придется спускаться к подножью И пытаться пить морскую воду Кстати, стало немножечко светлее, да Видимо, тьма постепенно Улетучивается Там какие-то горные хребты Похоже, здесь я в любом случае забраться на гору Не смогу Да, что-то мне подсказывает Что реально здесь не забраться Я, конечно, бегу, я не знаю, как я вообще бегу здесь Как некий горный козел, да, не динозавр Не Это просто падение Что со мной случилось? Что случилось? Я Ребят Со мной что-то случилось Так Я сломал кости Отлично, мой динозавр сломал кости И знаете, что очень символично? Что именно в том фильме Прогулки с динозаврами, документальном Про Аллозавра у него была точно такая же проблема Он сломал себе кости на лапе Не помню на какой Или пальцы, но не суть Или колено вообще повредил Короче, он не смог охотиться Самки не хотели с ним спариваться И жизнь его закончилась Крайне печально Его было очень жалко Того Аллозавра Вы ведь не будете пускать слезы По моему Аллозавру Потому что моего Аллозавра тоже очень жалко И я не хочу его бросать Я слышу звуки Дикой природы Я слышу звуки динозавров И... Я как и Кар Хотел подняться выше К гневу, да? К солнцу А в итоге солнце меня обожгло И сломало мне пальцы Грёбанное солнце Вот оно, сияет Подстава какая А если я просто сяду Может быть как-то Раны потихоньку будут залечиваться? Меня пока точно никто не видит Я просто лежу Я замаскировался под землю Я кусок земли Это огром Или рык Какого-то гиганта Надеюсь, что это просто гром И что-то подсказывает мне Что лапа Сама по себе не восстановится А отсиденья уж точно Она не восстановится 11 демеджа Нет Демедж постепенно уходит То есть скоро я Воскресну Воспряну духом И мой Аллозавр Продолжит свое Домедж Долгое путешествие Но я сомневаюсь Что воду из моря Можно будет все-таки попить Я не знаю Никогда не пробовал Особенно игра Нет, в жизни как бы пробовал Она довольно противная И пить ее нельзя Но один раз Я думаю Если ты играешь С динозавра Один раз попить можно И почкам твоим Особо большой Их проблем Это не доставит Просто это бьет по почкам Из-за огромного количества соли По печени Я думаю даже Короче, по всему организму Это много Ой-ой-ой-ой-ой-ой Только не говорите мне Что опять Нет Нет, Аллозавр Не может быть Здесь тоже нельзя Спуститься к воде Здесь тоже нельзя Спуститься к воде Что за жесть Не улыбайся, чувак Хотя Улыбайся Ты как чертов Рептилии Оптимист Всегда смотришь С улыбкой На происходящие вещи Все тебе нравится Все тебе устраивает И я не могу Не порадоваться За тебя Аллозавр Не могу не порадоваться Это реально здорово Так, сутьма То появляется То отступает Короче Видать я сделал Глупую ошибку Когда решил покинуть Свой первый источник воды Который находился В самом низу Нужно было Сидеть на жопе ровно Там и ждать Какую-нибудь добычу Решив исследовать мир Я решил Убить себя Фактически Вода закончилась Дэмэджа 9 Очень медленно Восстанавливается Здоровье Очень медленно Может быть сидя Восстановится быстрее Давайте я немного посижу Ну Скажем так Я немного отсиделся Здоровье у меня вроде бы Практически восстановилось Индикаторы показывают Что я получил всего лишь Одну единицу ущерба Ну Не сказать Что передвигаться Я начал быстрее Ножка Все еще побаливает Но вроде бы Я научился даже бегать Друзья Мой динозавр Выздоровел Вуууу Мы снова в игре Мы снова в игре И этот ролик Я назову История грустного динозавра в район, и название будет полностью отражать содержимое. Чёрт возьми, осталось только найти воду и пищу. Потому что я полон сил и готов охотиться. Я даже за время своего путешествия на гору немножечко подрос. Правда, кому-то может показаться довольно унылым то, что происходило в этой серии, но я пытался просто разгадать загадку красных огней и добраться до источника воды, расположенного рядом. Ибо прям вот предчувствие у меня было хорошее какое-то, что там меня ждёт куча добычи, куча вкусняшек и стрёмная музыка. Почему играет такая стрёмная музыка? Неужто кто-то решил на меня напасть? Не, быть такого не может. Кому вообще я нужен? Блин, дождь сильно осложняет работу. Я понимаю, что это сделано когда нереализму. Дождь, ночь, но ночь не должна длиться так долго. Зачем всю игру ночь? Я не знаю. Блин, опять немного утомился. Ну, присядь, отдохни. Я думаю, мы выбрали подходящее место для этого. И быть довольно, довольно грустно быть одному динозаврику в этом мире. Друзья, в следующий раз, когда я буду записывать ролик, наверное, я сделаю какую-то объяву или назначим вместе с вами день и вместе поиграем. Подключайтесь, у кого есть айл на сервер, который я напишу. Я пока ещё не знаю, на каком сервере я буду играть вообще. И буду ли ещё. Скорее всего, буду, да? Напишу заранее. Так что, присоединяйтесь, побегаем, попрыгаем, всё будет здорово. Ну, а пока, может быть, даже создадим свою стаю. Только как мы друг друга найдём, совершенно непонятно, конечно. Ну, ладно. Это не суть. Найдём как-нибудь. Найдём. Хотя вы же не будете даже знать, за кого я играю. Но просто, если что, на видосе встретимся. Будет забавно, как минимум. Если вы меня сожрёте, или я сожру вас. Да, лучше я сожру вас. Такс. Дождь прошёл. Запахи, по идее, должны были восстановиться. Давай, 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 давай. После дождя, конечно, воздух всё ещё остаётся очищенным, разряженным. После грозы. Да, запахи появились. Я вижу компас, и я вижу источник воды. Это именно тот источник воды, который мы видели с вами в самом начале. Туда-то мы с вами и отправимся. Это единственный способ спасти меня и мою жизнь. И жизнь моего динозавра. Просто идём прямо, никуда не сворачивая. Но нужно быть крайне аккуратным, когда мы дойдём до этого озера, ибо меня могут сожрать. Или, наконец-таки, да, всё, я испытываю жажду, и, по идее, мой динозавр будет херовенько себя чувствовать. Что было бы логично. А озеро я, между прочим, уже не вижу. Это просто океан? А где же там озеро? О, а вон озеро. А нет, стоп, это не озеро, это берег. Я слышу звуки динозавров. Похоже на звуки велоцираптора. Ну, ютораптора в данном случае, велоцираптора в игре нету. Это он звуки издавал или нет? Круто будет, если да. Думаю, многие после дождя захотят прийти и напиться воды. Потому что многие... Хотя, вероятнее всего, кто играет в игру много, так, я прислушиваюсь. Кто играет в игру много, тот и так знает расположение всех источников святых, где можно напиться. Опа, луна-то уходит постепенно. Луна-то уходит. Вау, какая красота! Северное сияние просто великолепное. Но великолепнее еще больше было бы найти воду. И там уже наблюдать, любоваться и пить. Так, какого размера я уже? 79%? Ничего себе! Если я не погибну, играя за этого аллозавра, скоро я смогу перейти на следующую стадию. И это будет здорово. Нужно будет записать следующую серию подлиннее. Обязательно. А вон озеро. Вон оно, вон оно, вон оно, маленькое. Это ведь озеро. Так, давай понюхаем. Как раз пока отдохнешь немного. Нюхай. Надо записывать подлиннее, чтобы хотя бы раз эволюционировать. Ибо это никуда не годится. Я бы, возможно, и тираннозавром эволюционировал, если бы меня так жестко в прошлый раз не покарали. Просто откусили мне полтела. Полтуловище. Да, это озеро. Мы уцели. Хотя, погодите, смотрел я все-таки не на озеро. На самом-то деле, смотрел я не на озеро. Озеро оказалось чуточку ближе. Оно, конечно, небольшое, но это озеро. А это самое главное. Не знаю, хватит ли мне энергии дотуда добежать. Думаю, что все же нет. Но я не отчаиваюсь. Я бегу. О! Похоже, звуки велоцераптора доносятся именно оттуда. У меня довольно херовые колонки. Маленькие две штуки. Поэтому, как бы, не 5.1 какой-нибудь долго, Digital, или как там оно, что там. Короче, пространственного звучания у меня нету. Поэтому приходится как-то очень жестко ориентироваться. Возможно, в наушниках было бы удобнее. Но в наушниках я записывать не могу. Такс. Давай, давай, восстанови немного энергии и мы почти у цели. Просто финишный рывок. Так. Да, да, стопудово рядом где-то динозавры. Что по здоровью там, чувак? Здоровье, все нормально. 17% у меня пищи осталось и 7% воды. Пищу тоже было бы неплохо отыскать. Если я сейчас не найду какое-нибудь туловище мертвое, тушку чью-нибудь, я, возможно, даже умру от голода, просто а не от жажды. Очень не хочется. Я просто ни одного динозавра не увидел за все свое путешествие. Спереди кто-то есть. Стопудово. Звуки становятся громче. Я приближаюсь. Они затаились возле источника и ждут, ждут, когда я появлюсь. Да, много-много чуваков движется туда. Так, стоим аккуратно. Вот он источник. Ну, практически рядом уже. Че я не могу до него дойти? Где он находится? Как же близко звуки. Ну, я не могу останавливаться. Я должен пить воду. Я должен выпить воды. Стоп, а че, за камнем, что ли? Вот оно. Блин, кто-то рядом есть. Кто-то рядом есть. Ёлки-палки. Куда ты поплыл, чувак? Почему ты залез в воду? Я не могу остановиться. Он просто идёт по воде. Я, похоже, жёстко спалился. Находясь в воде, я не могу пить воду. Странно, ну ладно. Всё, на меня нападут сейчас. Я слышу. Я слышу динозавра. Они наверху! И они не... Их не видно было. Я просто попью, пацаны. Мы же, по-моему, с вами одной крови, или вы рапторы? А там, похоже, еда, друзья. Что это за... Там мухи какие-то летают. Это было слишком грубо. Я просто поем. Это еда, или что это за светлячки? Не нападайте на меня, пожалуйста. А что это за светлячки? Ладно, вставай. Вставай, вставай, вставай. Давай хотя бы проверим, что это за светлячки. Они типа палят меня, да? Я тут. А че они исчезли? Он нападет, да, на меня сейчас? Ну, я так и знал! Отойдите! Это приманка была какая-то, или что? Ну, офигеть! Я думал, ну, это приманка, оказывается. Они охотились, а как они эту приманку оставили? Блин, это было круто! Это было, мать его, реально круто! Ну, это первый раз я такое подобное увидел, и лучше бы я, конечно, на это не реагировал. Они так ловко спрыгнули, это были рапторы, очевидно. А как они могли оставить приманку? Там же не было мяса. Я просто засветился, и они напали. А когда они сидели на горе, они, видать, меня не видели. Ну, ладно. Вот такая вот вышла серия грустная история Аллазавра. Если вам понравилось, вы можете поставить лайк, подписаться. С вами был Перпетум Ильжи Александр. До новых встреч. Всем удачи. Пока.